В составы столкнулись около шести вечера. Пассажирский поезд Алматы-Новосибирск ожидал отправления на четвёртом пути. Через 30 минут диспетчер должен был отправить пассажирский поезд с общением Алматы-Петропавловск на третий путь, но по ошибке дал команду на четвёртый. Таким образом, состав врезался в хвост тепловоза. В настоящее время Семерической транспортной прокуратурой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренной статьей 295-й части 4-й Уголовный кодекс Республики Казахстан. Создана следственная оперативная группа. Данное уголовное дело взято на особый контроль со стороны Генеральной прокуратуры, Главной транспортной прокуратуры, а также Семереченской транспортной прокуратуры. Петропавловский только направлялся к перрону, поэтому пассажиров в нём не было, кроме проводницы Саи Тайжановой. Был такой большой столчок, я даже сама не ожидала. Упала, вышла, смотрю, машинисты, говорю, в чём дело, почему такой столчок, у меня сейчас пойдут ползуны. Он говорит, вот так и так было крушение деда. Ну так он сказал. Ну мы побежали к механику, уже прибежал механик, говорю, в чём дело. Ну пошли уже, смотрим состав 302-й Алматы-Новосибирск. Наш состав Алматы-Петропавловск стоит, он был забит, он был столкнулся с этим Новосибирском, Алматы-Новосибирском, хвостом. В итоге пассажиры оставались в неведении несколько часов. Движение возобновили лишь спустя три часа. В 17.18 должен был уйти поезд на Петропавловск. Отправили только что. Дети, женщины, бабушки, дедушки, все сидели на рельсах и ждали. И никто не вышел, никто ничего не сказал. Жертв удалось избежать благодаря низкой скорости поездов, говорят специалисты. Но тем не менее, пострадали свыше 50 человек, пассажиры Новосибирского направления. Они уже разместились в вагонах. Пятерым даже потребовалась помощь медиков. К нам поступило четверо пациентов. Обратились с различными травмами, очень легкого характера. Это уши бы мягкой ткани, уши бы грудной клетки. Особенно четыре пациента обратились к ним. Оказана была соответствующая помощь. Обследовано. В данное время при обращении больные не нуждались в стационарной помощи. Поэтому больные отправлены домой для дальнейшего лечения и наблюдения по месту жительства в областных условиях. Сейчас проводится расследование. Виновному столкновению поездов грозит до двух лет лишения свободы.